Двигаемся по линии, двигаемся, выходим на одного противника, да, чекаем каждую позицию. Скорость реакции, точность, тактическое мышление на тренировках по киберспорту геймеры оттачивают основные хитрости виртуальных баталий. Бесплатная студия для игроков заработала осенью прошлого года. Организация «Мамы Череповца» рекомендует на проект «КиберТим» выиграла президентский грант почти в 2 миллиона рублей. В киберспорте несколько дисциплин. Игроки сражаются в шутеры, так называемые стрелялки. Есть стратегии в реальном времени, гонки, спортивные симуляторы, футбола, хоккея, баскетбола. Детей мы на данных занятиях учим как индивидуальным, так и командным. То есть есть индивидуальные, то это постановка стрельбы, постановка различных ситуаций, то есть реагирование на различные стрессовые ситуации, на изменения в самой игре. То есть командное, то есть это развитие тактических, выявление лидеров. Киберспорт по популярности не уступает традиционному спорту. Это огромная индустрия с крупными призовыми фондами на турнирах, сотнями тысяч игроков и перспективными профессиями. Есть уже большая индустрия, это типа и комментаторы, и аналитики, и ведущие мероприятия, то есть и тренера, то есть это отдельная, типа и менеджеры, типа команд и так далее. Это много, большая, большая среда, то есть сравнимая именно со спортивной средой. Первый турнир на 1 миллион долларов был в 2012 году по Доте 2, типа был везде, и тогда это был фурор. А последний турнир был, кто врал уже, прибылось вон 40 миллионов долларов. Ребята понимают, что это не просто уже игрушки, то есть это работа, грубо говоря. В студии по 2 часа в неделю занимается около 100 человек. Программы разработаны для разных возрастов, а также для начинающих и продвинутых киберспортсменов. Меня все время увлекал шутер, я все время хотел играть в стрелялке. Она простая, но она увлекательная. Там именно чувствуешь, что тебе нужно биться за свою цель. В студию я пришел, потому что я чувствую, что в этой игре у меня есть какой-то потенциал. Просто он еще не раскрылся. Помимо компьютерных жанров, подросткам преподают и другие дисциплины. В расписании коммуникативные тренинги на команды образования и даже реальные спортивные тренировки. С детьми работает и психолог, с детьми работают по повышению компьютерной грамотности. И также запланированы занятия по здоровому образу жизни. Большая часть из них будет проведена, когда потеплеет, на улице. Поэтому киберспорт – это, в общем-то, настоящий спорт, а не просто сидение за компьютером. Занятия в студии продлятся до конца мая, а в апреле киберспортсменов ждет детский городской турнир по Counter-Strike. На виртуальной арене сразятся 64 команды. Организаторы обещают солидный призовой фонд.